Я уже ваше велика не перепроизнесла, да, Дмил Андреев, теоретик стиха и поэт. Так, пожалуйста. Дорогие коллеги, я понимаю, что вступаю на поле достаточно уже и схожее, и мы сегодня, тем не менее, я осмелюсь все-таки высказать свои общие, в основном, соображения по поводу даже не столько, собственно, стиховедческое и поэтическое творчество Дмила Андреева, сколько о их соотношениях. Потому что перед нами, как мне представляется, довольно мучный цифр, довольно редкий случай, нет, довольно типичный, как-то, для русской словесности, случай совмещения в творчестве, в творчестве наследия одного человека, того и другого компонента. Мы знаем, собственно, можем начать от Энтиоха Кикемира, Тридьяковского, Ломоносова, Востокова, Брюсова и Белого, как минимум, из лучшим генем, добавим в конец этого списка, поэтов, которые одновременно были теоретиками, и более того, которые в определенной степени писали для того, чтобы подтвердить твои теоретические рассыскания, и наоборот, которые создавали теории на базе, прежде всего, собственного поэтического опыта. Это очень важное дополнение к общей этой схеме, о которой я сейчас говорю, потому что вполне понятно, что, как все не совершили по поводу справедливо, сказал Борис Николаевич Романов, для большинства филологов, конечно, Заней Ландреев, это, прежде всего, превосходный поэт, один из крупнейших русских поэтов середины XX века, которого необходимо рассматривать, разумеется, в контексте такого продленного серебряного века, то есть серебряный век с небольшим, своего рода и блок этого великого события в истории нашей словесности. При этом, конечно, очень важно то, что, опять-таки, очень хорошо, что Борис Николаевич выступал передо мной, и очень многое из того, что он сказал, я могу только подтвердить и с благодарностью, что, конечно, одна из главных задач для того, чтобы заниматься стихологическим изучением, это подготовка к корпусу текстов с текстологическим таким серьезным подходом, чем пока, к сожалению, еще и нет, но, тем не менее, мы, то есть, соответственно, все подсчеты, без которых стихологические знания не состоятельны, они могут быть только приблизительными, тем не менее, я рискнусь делать такой вот, ну, наверное, в, так сказать, разведывательный, в вылазку в эту область. Ну, первая черта, которая, поэтического наследия Данила Андреева, это его поразительное разнообразие. Даже для этой эпохи Андреев, конечно, автор, который действительно в таком чисто поисковом духе перепробовал все возможные формы стиховые, я буду только на форме останавливаться, поскольку я стиховер, перепробовал все формы, более того, ряд форм, если не ввел в оборот, но, по крайней мере, их актуализировал заметно, потому что нельзя сказать. Мне кажется, что вот эти оценки, что это абсолютное открытие, они немножко преувеличены. Они, с моей точки зрения, мешают объективной оценке, которая тоже очень высокая. Вот. То есть многие формы, которые Андреев вводил и которыми он пользовался, они, разумеется, имели место в русском стихе, но не в таком объеме и не в такой интенсивности. Это, во-первых. И, конечно, он сам в этом виноват, в кавычках, поскольку акцентировал это не в своих теоретических трудах. Я думаю, это же не правильно, так и надо делать. Однако, тем не менее, если мы будем собрать как главную черту, собственно, метрики Андреевской, то есть основной составляющей его стихового мира, то она основана в первую очередь на целопотанических метрах. Их доля примерно, ну, составляет значительно больше половины метрического репертуара той части корпуса, который нам доступен. Это принципиальный момент, потому что для начала XX века была такая принципиальная противопоставленность силам и тоники или других типов стихосложения. И вот, скажем, кто-то выходил за рамки шоуфтонический стих, у Андреева, как мы знаем, дольников очень мало, и при строгом подходе даже еще меньше, с одной стороны, а с другой стороны, свободный стих, вот где, например, разрезы только три стиха и написанных верликом. Это достаточно мало для этой эпохи, и это, в общем-то, как мне, представляется следствие, прежде всего, принципиальной установки на такое последовательное и скрупулезное исследование и расширение полисового педагогического стиха. Именно с этим связаны основные идеи двух основных стихологических трудов Андреева, которые, с одной стороны, актуализируют стопы, сверхдлинные стопы, о которых, в общем-то, долгое время пытались ничего не говорить, не замечать их, однако вот в последнее время об этом заговорили, и мне представляется, что и то, и другое достаточно интересно и важно для подъема. Кроме того, еще одна важнейшая черта, общая черта стихосложения Данила Андреева – это нацеленность на полиметрию. Вот, прежде всего, в «Жану и симфонии» Андреев исходит из того, что все фрагменты, причем не только части, как в симфоническом произведении положено, но самые небольшие фрагменты, каждый из них обладает собственным метром. И вот, когда Андреев пытается их как-то каталогизировать в своих работах, очень часто он представляет, как целый тип стиха небольшой фрагмент из своих симфоний, прежде всего. То есть это как бы не целые произведения, а лишь небольшие отрывки некоторой сверхстиховой целостности. Вот такие сверхстиховой целостности занимают в корпусе его произведения большую часть. Но, опять-таки, принципиально не все полиметрические произведения или полиметрические. Можно нам сказать, что полиметрические произведения отчетливо противостоят в корпусе монометрическим произведениям, то есть написано одним метром. Еще и независимость от объема. То есть есть большие поемы, которые написаны одним метром. Есть относительно небольшие, скажем, триптихи и симфонии, которые написаны разными метрами. То есть понятно, что здесь, как бы, перед нами две принципиально разные установки. Это очень важно для того, чтобы представить себе место поэтики Андреева и его стиха в движении русской поэзии XX века, которая, в общем-то, сильно поляризована. И большинство авторов все-таки выбирают одну определенную стратегию, а Андреев здесь многообразен принципиально, поскольку он выбирает для разных произведений, разных фрагментов, разные стиховые стратегии, что мне представляется чрезвычайно интересным. К страфике я перейду немножко дальше, сейчас немножко о метрике. Вот сама спондеическая теория, которую назвал, Андреев называет спондеником как принцип стихосложения, она чрезвычайно интересна и в то же время мне представляется, должно быть все-таки определенным образом скорректирована с точки зрения теории стиха, который сложился в XX веке. Тут, конечно, надо понимать, что время, когда это создавалось, было время очень малого знакомства авторов и читателей с работой по теории стиха XX-х годов, хотя, разумеется, Андреев их издал. Но вот таким проводником единственным для этой теории уже упомянули сегодня Георгий Шенгелий, который свои стихологические работы умудрялся издавать в 1940-м году, именно работа, развивающая идеи классического стихоления, классической теории стиха. А все эти работы, на которые мы сейчас можем опираться, были созданы уже в 80-е и 90-е годы. Поэтому ни в коем мере мы не имеем оснований высказывать какие-то претензии к автору, тем более, что перед нами, безусловно, авторская теория стихосложения. Тем не менее, с Пандейко очень важно сопричь как раз две эти основные тенденции, которые проводятся в двух работах Андреева, поскольку, с одной стороны, он упирает на решительные формы, связанные с решительным сокращением безударного диапазона. То есть, с столкновением ударных форм. То все предлагаемые им варианты в Пандейко именно на это нацелены. Но это, с одной стороны, с другой стороны, ровно противоположная стратегия демонстрирует его сверхдлинные стопы, в которых были пионы, гиперпионы и гипергиперпионы в его терринологии, то есть формы, в которых расстояние между ударными слагами оказывается очень большим, и что позволяет вставить в эти стихи сверхдлинные слова, которые в противном случае начинают сильно колебаться в волнах яблов и хореев. Это очень важно, потому что здесь тоже нет единого направления, а есть как бы два противоположных направления, по которым развивается сила братоническая в своей основе теория. Теория, поскольку, как мы знаем, в Пандейко в русской стиховой культуре явление, в общем, достаточно обычное и, скорее, обязательное, хотя тут тоже есть две основных точки зрения, одна из которых, видимо, достаточно справедливо предполагает, что всякой из Пандейко в условиях сила братонического метра, прежде всего хорея и ямба, непременным образом вызывает такую градацию ударений. Одно из них становится сильным, другое слабым, и два ударных слова подряд попадают в стопу, в условную стопу ямбы или хорея, сразу же распределяют, силы их распределяются в соответствии с общей схемой. То есть, если это яма, то первая ударная становится слабой, практически безударная, а если это хорея, то ровно наоборот. Поэтому с Пандеи, с трудно говоря, в определенной степени есть некоторые условности, есть стихотворные речи, если говорить о Пандеях сила братоники в условиях, то сложно, в условных стопах. Однако и с Пандеи в отдельных стопах встречаются в русской литературе, правда, не так часто, о чем справедливо писал Андрей. Мне, опять, в связи с этим хотелось бы упомянуть один текст, протоксальным образом почти параллельный, одного пути текста почти параллельным с Пандемией теории. Я имею в виду седьмого произведения петербургского поэта-вангардиста Александра Кондранова, который в начале 60-х годов, то есть совсем близко, да, без, разумеется, я думаю, не будучи знаком с стихологическими трактатами Андреева, хотя с Розе и Миро он был знаком, несомненно, так вот Кондратов создает целую серию произведений, написанных в брахе колоннами, то есть стопами, состоящими из одного слова. Это в терминологии Андреева, это, конечно, чисто из панды, причем у Кондратова брахе колоннами написано несколько книг больших, в частности, переложение, такая фантазия на тему Эдды, можно сказать, переложение, он ее назвал «Средней Эдды», то есть не старшая и не младшая, это произведение на 600 страниц, огромная поэма, которая целиком составлена из односложных стопок брахе колонн. Вот, в данном случае я использую европейскую терминологию, а не античную, исподная брахе колонн. Брахе колонн написаны ценные обширные тексты, кроме средней Эдды, это еще десятка три больших произведений. И я говорю еще раз, они создавались с конца 50-х, то и середины 60-х годов. Очень важный такой момент, как мне представляется. То есть, мне кажется, что мы всегда делаем акцент на уникальности, а здесь, мне кажется, очень важно немножечко переместить его на такую общую закономерность развития стихов. Мне кажется, что в этом связи стиха и стихоления, мне кажется, что очень важно, что Андреев не только сам все изобретал, но и шел по тем путям, по которым стих пошел, кроме него тоже. То есть, это очень важный момент, значит, это не просто уникальный эксперимент, а это некое закономерное следствие развития стиховой культуры, и попадание в него, с моей точки зрения, гораздо более ценно, чем следование, чем абсолютное изобретательство. В этом смысле, как раз, мне кажется, гораздо больше плюсов, оказывается. Так вот, теперь по поводу спондеических стоп и их комбинаций, которые приходятся в спондеике, как в принципе стихосложения. Здесь тоже можно при подходе с точки зрения современной теории стиха все не так просто, потому что, если вот чистые брахиколоны, о которых я еще говорил, адресовские, это действительно стихи, которые можно рассматривать, как произведения, написанные чистым спондеем, то те примеры, которые приводит Андреев, в принципе, всегда могут быть трактованы в рамках классической теории стиха, как размеры более привычные, только их редкие вариации. Например, несколько примеров. То, что Андреев называет «чисто спондеем». Вот пример, чего приводится, как раз, с симфонии городского дня. «Вон в славе знак льва, ночь правит, бьет два». Очень маленький фрагмент, в принципе, такая спондеическая ставка. Вполне возможно, была бы и у других авторов, в частности, у Маяковского, на текст которого ссылается Андреев. Но здесь сразу же во второй стопе, во второй строке, мы наблюдаем стопу нормативного хорея. И это позволяет нам усомниться в том, что этот текст спондеический, а не хореический, смотревыми окончательными, на сморскими окончателями. И это подтверждается следующим примером. Створим знак. «Кончив, полз, месяц, день кончен, бьет десять, сон, разве, тишь, морок, длин, праздник, ишь, город». Здесь, как вы видите, спондеи чередуются с чистыми хореями, что позволяет их трактовать этот текст в целом как хореический, одностопный, одностопный хореический с чередованием мужских и женских окончаний. То есть, опять-таки, хочу повторить свою главную мысль, что перед нами скорее не абсолютно новая система стихосложения, а такая радикальная модификация системы традиционной, что, в частности, подтверждается тем, о чем мы говорили в связи с длинными, многослужными стопами. И в этом смысле многие другие примеры тоже представляются достаточно, достаточно, скажем, подающиеся дотвольной интерпретации. Например, явление, которое Дрейс предлагает называть «Пондео ямп», «Трёвых свет, светлый свет», «Жар, добрый жар», «Блак, щедрый свят», «Ваш странный дар», «Страстный дар» и так далее. Разумеется, честь и механически это может представить каждую стопу, первый спондеи, второй спондеи, а плюс ямп. Однако, с точки зрения традиционной теории стиха, здесь перед нами просто хоры. Один, две, одна, три, натостопные и двустопные. В обоих случаях с мужским окончанием. И это позволяет вполне вписать данные произведения в вполне традиционную систему стихсложения. Тоже, в общем-то, можно сказать, я так понимаю, что времени у меня уже мало, про все спондеические вариации. Они все, как правило, легко интерпретируются как хороические формы. Особенно это ясно, когда мы обратимся, например, к спондеи облегченному компонентному, где перед нами ситуация, количество промысков значительно больше, чем положено спондеи. Нам сам черный брат скачет передом-назад. Здесь, в этой подборке, столько же ударных слух и безударных форм, поэтому облегченностью здесь трудно объяснить. Скорее, это утяжеленный хорои, в частности, с мужскими окончаниями. И тоже можно сказать и о размере, который Андреев предлагает назвать испондеическим тактиль и ягнам. Тут, вообще говоря, можно, если трактовать это в рамках силано-стемической теории, перед нами семистопные хорои двумя цезурами и все множественные окончаниями. То есть нет необходимости вводить новый термин, хотя уникальность этого, ну, скажем, есть даже не уникальность, то предельная редкость этого явления вполне очевидна. Вообще говоря, то, что многие из явлений, которые описываются как самостоятельные, или как самостоятельные, еще раз повторюсь, вполне вписываются в теорию традиционного теория стихсложения и вполне объяснимо с ее точки зрения, что, конечно, ни в коей не мере не умаляет ни о ценности теоретических замечаний поэта, ни его общей, скажем, общей нацеленности на новаторское обследование стиха. Еще один пример, которым хотелось ознавиться, это вальс, который, никак не обозначен, да, терминологически это понятие довольно редко встречалось, довольно часто встречалось в русской поэзии, когда поэты на начало середины 20 века пытались передать те или иные музыкальные явления и с помощью стиха. Но в данном случае перед нами дактиль четырехстопный с двумя цезурами, с кончением мужскими и женскими, и эти мантики стиха довольно часто писали. То же самое, наверное, можно сказать и о тех типах стихсложения, которые традиционно принято считать логоядными. Вот в частности Ян Бахаре это классический русский логояд, причем именно русский, а не античный. И тут тоже нет смысла особо, так сказать, любоваться новыми терминами, хотя явление отмечено совершенно четко. Наконец, пионы, о которых я только что-то успел рассказать. Пионы, гиперпионы и гипергиперпионы, которые вот в докладе почти средней давности, сделанной присутствующим здесь Дмитрием Зубарем, предложено было называть соответственно пентонами, гексонами и септоном, то есть стопами которых, можно сказать, в русской поэзии нет. И в то же время и есть. Вся проблема, проблема пионов очень острая в русском стихосложении, потому что в принципе любой пион может быть представлен как сумма или ямбов или хорей. И поскольку пионы в честном виде встречаются очень редко, более того, в любом яме или хорей мы можем найти пионы, потому что в силу пива или их берихи они так или иначе не могут не содержать эти пионические стопы или двустопные сочетания. Поэтому это новшество, я как уже говорил, противоположного стратегического такого направления, это новшество, которое позволяет раздвинуть расстояние между ударными слагами, сделать, если в первом случае перед нами стратегия, перед нами стечение ударений, причем справедливо Андрей писал о том, что это может использоваться не только для передачи барабанного боя, марша и так далее, но и для использования передачи более широкой гаммы чувств, что мы совершенно справа. То же самое можно говорить о пионах, гиперпионах и гипергиперпионах, которые, в принципе, пионы у Андреева практически все точно соблюдаются. Тоже довольно редкий случай, потому что все учебники теории стиха, в которых приводятся примеры пионов, в них всегда есть. Пионы у них всегда написаны только часть, например, того же Баймонта, не весь текст, а Андреев вот здесь как раз полностью целые произведения пишет пионами. Конечно, с пентонами и гексонами, и септонами это труднее, и вот материалы доклада коллеги Сугрева об этом свидетельствуют, что все-таки выдержать это невозможно. Ну, то есть, назначено это не заканчивать, будем заканчивать. Насчет строф только одна фраза, скажем, начнет фразу, насчет вот этого самого понятия метастрофа, оно мне представляется чрезвычайно интересным, хотя, конечно, про название строф у Андреева тоже приводится вне традиций русского стихосложения, таковы, например, октауми, он называет без местишей любой ритминной структуры, хотя в традиции русской октавы имеется одну конкретную формулу А, Б, А, Б, А, Б, Ц, Ц, другие без местишей октавы не называются, так же с другими. Так что и здесь тоже мы наблюдаем такую, в общем, такую достаточно интересную авторскую волю, безусловную, фантастическую наблюдательность и очень яркий творческий эксперимент. Спасибо за внимание.